Приветствую вас, и у вашей проблемы есть два, на мой взгляд, основных аспекта, которые вот нужно в первую очередь разобрать. Значит, первый аспект. Это аспект того, что ваш муж по какой-то причине изменил свое поведение после того, как вы забеременны. И, как вам уже правильно отметили мои коллеги, дело здесь совсем не в том, что вы плохо помыли посуду, или там что-то еще плохо сделали и так далее. Тем более, что изначально его все устраивало. Дело здесь в другом. Дело здесь в том, как мужчина относится к вам. Дело здесь в том, как мужчина позиционирует себя по отношению к вам. И, как вы видите, да, значит, вы развиваетесь, вы выполняете обязанности по дому лучше, чем раньше. Но это музей все равно не останавливает от придирок к вам. То есть придирки все равно есть. И, ну, или понимаете, что, как бы, те поводы, по которым он к вам придирается, это всего лишь даже, знаете, даже не как таковой повод, а это, скорее, это форма выражения мужчины своих каких-то вот эмоций в его отношении. И самое неприятное в этом то, что, по сути-то дел, ситуация ухудшается. То есть, если раньше это были просто придирки, то сейчас это уже оскорбление. И, вы знаете, вот этот аспект, аспект того, что мужчина изменил к вам свое отношение после того, как вы забеременели, он очень важен. И есть некоторая доля предположений в том, почему такое могло произойти. И надо сказать, что эти предположения, они могут быть как правильными в равной степени, так и ошибочными, потому что обычно такие вещи выясняются через беседу с клиентом. Но в силу того, что вы задаете именно текстовый вопрос и пообщаться с вами возможности нет, ну, ну, соответственно я постараюсь вам озвучить предположения. Значит, и сразу скажу, что они вам могут не понравиться. Значит, первое, первое, на что стоит обратить внимание, это то, что вы три года вместе, и вот вы не сказали, ну, то есть как, не очевидно, три года вместе вы на момент рождения ребенка, или три года вместе вы вообще. Но, так или иначе, многие супружеские пары испытывают кризис и кризис. Кризис именно вот по приходению трех лет там местного проживания. Такое бывает. И надо сказать, что здесь нужно просто одно отношение выводить на новый уровень и вам, и мужчине, если он хочет, конечно, сохранить с вами семью. Здесь нужно сказать, что, опять же, что вот вы говорите, что мужчина придирается, что он обращает внимание на порядок. Но проблема заключается в том, что дело не в порядке, дело в чем-то другом. Дело в чем-то другом, дело в отношении его к вам, дело в отношении к себе, в отношении к тому, как он сейчас живет, что он делает и так далее. И в этой ситуации, в этой ситуации, я потом буду говорить еще про второй аспект, но в этой ситуации важно, чтобы вы все-таки задумались о том, чтобы не давать себя в обиду. То есть, получается, что вы терпите все, получается, что вы стараетесь им это только все объяснять, но не защищаете себя, и в итоге, к сожалению, себе вредите только. И вот знаете, правда заключается в том, это уже в следующий момент, не кризис трех лет, правда заключается в том, что, понимаете, как происходит вот это вот ухудшение отношений, да, ухудшение отношений к вам. Если отбросить все сейчас возможные мотивы мужчины, и просто, как бы, смотреть на факты, он значит, ну вы забеременели, вы забеременели, и, соответственно, мужчина почувствовал, что, скорее всего, на него ложится новая ответственность, еще больше ответственности. И вместе с этим вы, возможно, стали терять для него свою привлекательность из-за беременности, такое тоже бывает. У мужчины, соответственно, он же чувствует себя более привязанным к вам, более таким, как бы, не свободным, и из-за этого он испытывает внутренний конфликт. И по причине внутреннего конфликта он как-то раз, однажды, на вас выразил свою негативную энергию. И если бы вы в этот момент мужчину бы как-то осадили, да, если бы вы в этот момент мужчину как-то вот одернули, сказали ему, что со мной нельзя так, что я не позволю так с собой обращаться, и так далее, то полны возможности, что продолжения бы этого не было. Мужчина бы понял ваш муж, что так с вами обращаться нельзя. Но вы терпели, вы сказали, что вы стараетесь не обращать на это внимания, не вступаете с ним в противостоянии, это правильно, но то есть ощущение, что вы просто-напросто заняли пассивную позицию. И эта пассивная позиция позволила вашему мужу думать, что с вами можно обращаться именно так. И когда он увидел, что вы не реагируете должным образом на его выпады, ему стало очевидно, что с вами так можно обращаться дальше. И в следующий раз ему удалось это уже легко, потому что планка дозволенного повысилась, никакой реакции с вашей стороны не было на обостренном уровне, и мужчина понял этот план как молод. Ну а начав, он все больше и больше сильнее, 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 сильнее начал это делать, потому что уважение к вам у него уменьшательство. Именно это вы делаете. Вы снижаете уважение к себе этим, тем, как поступаете. Вы снижаете уважение к себе тем, как вы себя ведете. Вы снижаете уважение к себе тем, что не защищаете себя и не защищаете свою душу. Соответственно, вопрос, который я хотел бы вам задать, это вопрос следующего характера. Почему вы этого не делаете? Почему вы стараетесь не отвечать на все эти его заскоки? Почему вы стараетесь объяснять что-то ему, но при этом не занять строго оборонительную, притекающую позицию и не поставить вопрос ребром? Получается, что вы, по всей видимости, испытываете некую какую-то долю зависимости от него. То есть вы чувствуете себя зависимой от мужчины. Что такое зависимость от мужчины? Что такое зависимость вообще от человека? Вообще зависимость от человека – это когда вы, значит, видите причинно-следственную связь между тем, что вы с человеком в отношениях и тем, что у вас есть определенного рода потребности. Вот именно это стремление удовлетворять за счет мужчины, осознанно или нет, свои потребности и ведет к этой зависимости и к невозможности себя нормально, адекватно защищать. Ну и, соответственно, здесь, я надеюсь, вы понимаете, соответственно здесь, что нужно работать именно с тем, чтобы сделать вас менее зависимой от мужчины и стараться все-таки стать как-то вот, знаете, более свободной, может быть, более такой независимой все-таки, более самостоятельной, да, более такой… Ну, обособленной, может быть, может быть, если это слово можно здесь применить, понимаете? То есть вот такой аспект, такой, значит, момент. Дальше идем. Значит, вы пишите, что у мужчины это второй брак, равно как и у вас это второй брак. И, соответственно, здесь сразу возникает такой момент. А не переносит ли ваш муж какие-то негативные элементы, негативные моменты, негативные, негативные впечатления, негативные свои переживания со своего первого брака, со своего предыдущего брака на вас? Тоже, знаете ли, очень может быть такое. Если это так, то мужчина, скорее всего, придирается к вам именно по той причине, что не хочет, чтобы такая же ситуация, какая она была с его первой женой, повторилась с вами. Ну, вот, не хочет человек, не хочет человек этого, хочет человек, чтобы в этот раз все было по-другому, да? Хочет человек, чтобы в этот раз он был, скажем, защищен, чтобы у него, скажем, все было в порядке, чтобы он пытается себя обезопасить. То, что вы описываете, очень похоже на желание себя обезопасить. Я, конечно, не могу вам точно сказать, от чего мужчина пытается себя обезопасить, безусловно. Вот, но то, что он пытается себя обезопасить, совершенно очевидно. И плохо, что он пытается это делать за ваш счет. Плохо, что он пытается обезопасить себя именно за ваш счет. Это не хорошо. Значит, может быть, мужчина еще и ведет себя таким образом по тому, что понял, что после того, как вы забеременели, вы его, вы от него никуда не денетесь, вы принадлежите ему. И, собственно, можно с вами делать все, что угодно, все, что хочется и так далее, и так далее, и так далее. Некоторые мужчины воспринимают именно так, ну, женщину, когда она беременеет, когда у нее ребенок, мужчина чертет вот, что она его, и что не нужно совершенно ничего делать больше для того, по сути, чтобы ее удержать. Чтобы ее сохранить. И связано это, в первую очередь, с тем, что вы перестали вести себя с мужчиной таким поведением, такую модель поведения вы, значит, перестали использовать. Когда мужчина реально, реально боялся вас потерять. То есть, чтобы, чтобы такого вот, как у вас сейчас не было, нужно, чтобы мужчина боялся вас потерять, реально боялся вас потерять. А чтобы он реально боялся вас потерять, нужно, нужно, чтобы вы ввели себя соответствующим образом, понимаете, чтобы мужчина действительно боялся вас потерять. А для этого нужно, значит, для этого нужно вам, опять же, определить свою модель женского поведения. То есть, показать мужчине, что вы такого поведения, вообще-то говоря, не заслуживаете. Понимаете? Вновь дать ему понять, что вы женщина, женщина, и что он вас должен завоевывать. Понимаете? Вот. И ситуация здесь заключается именно в том, чтобы мужчина вновь начал бояться вас потерять. Именно, значит, если он будет бояться вас потерять, если мужчина не будет спокоен, не будет уверен в себе, и не будет чувствовать, что все под его контролем, вполне возможно, его отношения изменятся. Он слишком сильно расслабился. Расслабился именно вреда того, что вы с ним, на его условиях, вы на его лилклощади и так далее, и так далее, и так далее. Он думает, что вы теперь от него никуда не денетесь и и так себя ведет. Соответственно, вам нужно эту ситуацию изменить. И подумать о том, чтобы четко ему сказать, что он вредит и вашему здоровью, и ребенку. Если он не прекратит так с вами обращаться, то вы от него уйдете. То есть, ну, сперва, конечно, уходить не стоит. Сперва можно просто-напросто, например, перестать с ним разговаривать, например, перестать давать ему то, что он хочет, перестать удовлетворять какие-то его потребности, я сейчас говорю в том числе и про секс. Вот. И, соответственно, если мужчина ничего не поймет и ничего не изменит в своем поведении, то речь идет о пока что временном раздельном проживании. Понимаете, у вас выбора-то по сути нет, потому что дальше будет только хуже, потому что дальше мужчина будет, ну, вполне возможно, он позволит себе и рукоприкладку, насилие. Потому что пока все идет по нарастающей, и то, что мужчина сам не остановится, это, на мой взгляд, вещь совершенно очевидна. И другое дело, чтобы вы не прошли вот эту вот черту невозврата, я имею в виду, насилия, насилия. Акт насилия. Далее. Следующий важный момент, о котором я хотел сказать вам, это момент, значит, посвященный вот всему. Вы пишите, что он, значит, вы любите мужчину за то, как он ест, и знаете, что он не такой, какой сейчас. Вот это, на мой взгляд, еще один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Простите, что значит мужчина не такой, какой он сейчас? Вот то, что вы описываете, это, ну, такой классический случай, когда человек идеализирует своего любимого. То есть вы сами себе нарисовали образ своего мужа. Некий такой идеальный образ своего мужа. И этот некий такой образ идеального мужа у вас есть. И вы, игнорируя то, что человек реально сам из себя представляет, начинаете следовать этому образу, начинаете его, этот образ, значит, считать реальным. При этом вы не принимаете реального человека, человека, который есть в действительности. А реальный человек, это совсем не то, что есть у вас воображение. Понимаете? И весь вопрос в том, почему и для чего вы это делаете. Наивные вы вряд ли, у вас, как бы, второй повторный брак. Кстати, почему первый брак распался у вас? Ага. Интересно было бы узнать. И, файл, возможно, что причина в том числе и в этом. Вот. Значит, вы не наивные. Значит, вы по какой-то причине мужчину своего идеализируете. Не желаете принимать каких-то его, ну, очевидных моментов. Значит, скорее всего, вы убегаете. Скорее всего, вам просто-напросто выгодно и удобно считать, что мужчина не такой, какой он сейчас. Но ведь он по какой-то причине таким, какой он сейчас стал. И либо вы устраняете причину этого, либо вы ее выявляете. А выявить причину можно только своими решительными действиями, которых вы не совершаете. И тем самым вы позволяете мужчине быть не таким, какой он есть сейчас. И тем самым сами себя обрекаете на то, чтобы жить не с тем, кого вы себе представляете. Тоже, кстати, интересный вопрос. А зачем вам вот так поступать? Зачем вам вот так себя вести? Но если вы точно знаете, что мужчина не такой, какой он есть сейчас, то почему вы не стараетесь его вырвать? Почему вы не стараетесь поставить вас обоих в ситуацию, когда именно тот мужчина, как он был сейчас, вновь бы появился? Вы этого не делаете. И вопрос, почему? Может быть, вы чего-то боитесь? Тогда с вашими страхами нужно работать. Но правда заключается в том, что когда вы говорите, что он не такой, как он сейчас, вы его идеализируете. А идеализация – это, во-первых, оторванность от реальности, значит, постановка неверных задач, неверная корректировка и ориентирование своей деятельности. Во-вторых, идеализация человека – это первый признак наличности. И, наконец, последнее – это непринятие реальности. То есть, вы живете в своей реальности, не принимая ее такой, какая она есть. А что если, Екатерина, а вот что если ваш муж именно такой, какой он сейчас? Что если, что вот то, как он себя ведет и является его истинным, настоящим поведением? Что тогда? Ответьте себе на этот запрос. Что тогда? Что вы будете делать? В вашей ситуации вам нужно быть готовой к тому, чтобы именно в таком случае знать, что делать и как себя вести. и тратить себя. Вы готовы всю свою жизнь жить так? Под таким давлением своего мужа? А вы готовы, чтобы ребенок ваш рос и развивался под таким давлением вашего мужа и в такой атмосфере? Вот, думаю, то, о чем вам стоит подумать. Вопрос вы не задаете. Значит, вы здесь просто говорите, что вы поддерживаете его во всем, как могу. Ага. Вот. Но при этом вы хотели бы, чтобы нас его понимать и поддерживать, как раньше меня. Но вы понимаете, чтобы он поддерживал и понимал вас, как раньше, нужно, в первую очередь, чтобы вы на себя понимали, что изменилось. Нужно, чтобы у мужчины был стимул вас поддерживать. А стимула у него нет. И нет у него стимула именно потому, что за вас не нужно борется теперь. Именно потому у него нет стимула, что вы полностью принадлежите ему. И здесь на первый план выступает следующее. А почему не удался его повторный брак? Ой, то есть первый брак, прошу прощения. Первый брак. Почему? Почему он расстался? Знаете, когда люди связывают свою жизнь с людьми, которые уже были в отношениях, в серьезных отношениях, в брачных отношениях. И как бы не смогли эти отношения сохранить, одна из важнейших тем, это почему те отношения завершились. Чтобы понять, а не будет ли такого с вами. Понимаете? Поэтому я думаю, что то, что вы хотите, чтобы он вас поддерживал, то, что вы хотите, чтобы он вас понимал, это очень плохо. Понимаете? Получается, что вы нуждаетесь в этом. И ради этого вы все это терпите. Но проблема в том, что нуждаясь в чем-то, вы, во-первых, становитесь зависимым и от зависимости нужно избавляться. А во-вторых, у мужчины нет ему вести себя так с вами. Потому что вы, по его мнению, удовлетворяете и тем, что есть. И поэтому ситуацию нужно разрешать вам через четко последовательную деятельность. Первое. Серьезный разговор смутим относительно того, как он себя ведет и что он делает. Озвучивание своих желаний и своего комфорта. И постановка мужчины в известность, что если он не будет вести себя лучше, не будет вести себя по-другому, то вы будете от него отдаляться. Вплоть до раздельного проживания. Понимаете? И весь вопрос заключается в том, что вам мешает это вот сделать. Весь вопрос заключается именно в этом. Что вам мешает это сделать? Я имею в виду сейчас, что вам мешает это сделать в личностном смысле. Что вас удерживает от того, чтобы это сделать? Кроме того, вы к мужчине приехали, не он к вам. И это тоже в некоторой степени говорит о его позиционировании себя по отношению к женщине. Обычно и в классическом случае мужчина приезжает к женщине в ее жилплощадь. Просто потому, что мужчине так проще, мужчине легче. Но в вашем случае все наоборот. И получается, что вы изначально приняли все условия вашего мужа. И вполне возможно, что сейчас ваш муж считает, что вы обязаны продолжать принимать его условия. И вот до тех пор, пока вы будете считать, что принимать условия вашего мужа безропотно. И не корректировать их никак в соответствии со своими желаниями, это нормально. Ситуация и будет так повторяться. В итоге я хочу вас спросить, это то, что же вам мешает бороться за свое счастье, за свой комфорт, за свое удобство, за равноправие, за личностное спокойствие и за спокойствие вашего ребенка. Чего вы боитесь? Вот именно об этом и нужно вам поговорить. Если в процессе, например, работы выяснится, что у вас второй брак распался точно по причинам, сходим с этими, то значит, имеет место быть определенные сценарии поведения. И сценарий поведения, скорее всего, идет из детско-родительских отношений. И тогда уже нужно будет разбираться с вами именно детско-родительские отношения, чтобы менять ваш сценарий поведения. Иначе раз за разом вы будете оказываться в одной и той же ситуации, в ситуации, когда мужчина, по сути дела, вас подавляет и заставляет вас делать то, что вы не хотите давить на вас, а вы просто-напросто терпите и занимаете позицию жертвы. Вот это именно та позиция, которую вы занимаете, позиция жертвы. Позиция, при которой вы совершенно не защищаете себя и не несете ответственность за себя и своего ребенка. И тем самым вредите себе и своему ребенку. И весь вопрос заключается в том, готовы ли вы это изменить. Не обязательно радикально, не обязательно так, чтобы прямо вот, ну, чтобы прямо вот все, мужчина вам не будет, не знаю, не знаю, не знаю, но постепенно. Постепенно, последовательно, но настойчиво и целеустремленно. И для начала нужно понять, что вам мешает это сделать. Понимаете, мужчина не изменит своего поведения до тех пор, пока ему выгодно то, что происходит. Мужчина не поменяет. Для того, чтобы он поменялся, нужно вам изменить свое поведение. Если вы измените свое поведение и свои отношения, вы поставите мужчину перед необходимостью делать выбор. Либо он осознает, что он не прав и корректирует свое поведение. Либо он продолжает действовать то же, как он действует сейчас. И тогда это означает, что он вас не любит, вам и не доросит, и просто хочет, чтобы вы были для него удобной партнерой, своей удобной женой и супругой, которой он отвел место в своей жизни. Вот и все. Он сам по себе не исправился. Очень жаль, что вы в этой ситуации не сформулировали вопрос. Потому что вопрос это, по сути дела, это отравная точка, которая отражала бы то, с чего вы хотите. То, как вы хотите. То, как вы видите разрешение этой ситуации, хотя бы на уровне, ну на самом общем, на самом таком низком уровне. И это было бы очень хорошим началом изменения и взятием под контроль вашей жизни. Так что я рекомендую вам начать с малого. С того, чтобы сформировать вопрос. Вот вы написали свою ситуацию, я ее разобрал. А теперь сформулируйте вопрос, чего вы хотите. Сформулируйте вопрос, чего вы хотите от психологов. Сформулируйте вопрос, чего вы хотите для себя. Не в контексте вашего мужа, который не должен вас поддерживать и не должен, по сути дела, вас понимать. Потому что это личное дело, каждого понимать и поддерживать, от чего вы хотите для себя. И как бы вы могли получить все то, что вы хотите для себя самостоятельно. Вот это то направление, чего вам нужно двигаться. Направление независимости. А это личностный рост, развитие и работа над собой. Если вы к этому готовы, мы будем рады вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Опять у меня всегда. И просто я помню. Чтобы это сделать, мы будем приходить на лагongs. Продолжение следует...